всем привет сегодня поговорим про фикс от отечественного ножевого бренда кизляр supreme моделька называется маламут спасибо ольга собственно это совместные труды supreme и алексея пономарева бруталика о чем собственно нам свидетельствует вот такая вот лазерная гравировочка на клинке собственно данный нож предоставлен непосредственно производителям ссылочки на официальный сайт магазин и в к группу будут в описании к видео теперь давайте по порядку значит это ножны с таким полусвободным подвесом изготовлены из кожи с сегодня это у нас такой натюрморт на тему езды на собаках потому что маламут это вот это лайчье семейство ездовых огромных псов и вот здесь вот один из них изображен и вот здесь вот такой типа эскимос не знаю многим почему-то очень сильно не нравятся какие-то узоры какие-то надписи здесь все ругают постоянно supreme за вот эту вот их огромную надпись которая сегодня кстати сказать такая достаточно маленькая собственно сам нож в нем угадываются скандинавские мотивы да что это нож условно назовем скандинавского типа скрывать не буду удобный причем крайне редко я видел чтобы в серийное производство кто-то брался за вот такие косые посадочные бальстера да поскольку это но не так просто изготовить и чтобы это было качественно тут нужна ручная доработка как для серийки здесь все сделано нормально да потому что нож стоит неполных 4000 на момент вот июля 2020 года и в принципе это неплохо стали используется здесь неологс и вот сталь и термичка это вопросы которых никогда не было к суприму вот ну точнее давайте так не никогда а давно по которым не было потому что в начале когда они отлаживали только свою aus 8 которые говорят что просто вообще феерическая ее все никак не потестирую то давно я не слышал каких-то проблем с термичкой именно на вот этих стали всякие слепнеры неолоксы м390 и там n690 и все в таком духе но давайте поговорим по характеристикам вес комплекта нож плюс ножны 179 грамм из которых 119 это сам нож длина рукояти вот по верхней части 123 миллиметра самом толстом месте 22 миллиметра и вы видите что она где нужно расширяется где нужно сужается есть у нас вот такое большое темлячное отверстие она достаточно в удобном месте поскольку вот у меня рука средняя да и вот мне она не перекрывается она что мне не придется держаться там затемляк еще за что-то рукоять изготовлена у нас из ореха и она лакированная это наверное один из вопросов в принципе он наверное единственный который у меня есть к этому ножу это вот вот это вот лакированная рукояти надо ужаса скользкая у меня сейчас достаточно жарко на балконе рука немножко намокла вспотела нож очень скользкий рукоять удобная но очень скользкая я знаю что есть умельцы которые все дело немножко зашкуривают потом все это дело проваливают в льняном масле потом две недели сушат потом натирают это там либо каким-нибудь там тиковым маслом либо еще чем-нибудь и в принципе у них все хорошо здорово что есть народные умельцы да я даже слышал что у них от температуры не вываливается вот это вот трубка до которой здесь которая здесь тоже развальцовано длина клинка 118 миллиметров из которых полезных 111 34 в обухе сталь неолокс заявленная твердость 60 единиц плюс минус единица причем интересно что на сайте только на этой модели такая невысокая твердость на всех остальных моделях указано 61 либо 62 плюс минус единица по сведению все очень вменяемо от 0 5 до миллиметра на кончике можно вообще смело ковырять им ничего ему не будет за это давайте собственно мы посмотрим насколько удобно он справляется с обычными какими-то своими задачами для которых нож и придуман вот что я вам могу сказать нож удобный нож удачный есть у него еще братец поменьше который называется самоед тоже приятный там вообще такое типа зебра на на рукоятке его если снять с него лак правильно вскрыть будет просто супер заводская заточка она делается на гриндерах делается достаточно грубо потому что это массовое производство и тут ну как бы странно ждать чего-то другого поэтому на твердых породах дерева со стандартной заводской заточкой нож справляется ну так на троечку при всем при этом с продуктами со всем остальным справляется отлично нож не тяжелый может быть там кто-то захочет переделать какие-то ножны чисто под себя кто-то может быть будет ходить стандартных но скажем так заточив этот нож вы сможете им спокойно пользоваться но опять же я бы сразу снимал тот лак с рукояти как по мне вот сама железка неолокс я ее уже тестировал вполне неплохая есть разумеется железки на мой взгляд поинтереснее у supreme тот же слип нервых исполнений но и неолог справляется неплохо при неполных четырех тысячах рублей вот такие моменты на мой взгляд ну вполне стоило ожидать да опять же то что они взялись за изготовление совсем непростой штуковины даже мастера которые делают ножи руками крайне не любят вот такие косые бальстера поскольку нужно подгонять и вот здесь радиус потому что она радиус на и здесь посадочные еще и стыковку с рукоятью вот такое сегодня видео надеюсь вам было интересно на этом наверное и все всем спасибо пока